Чу, как зрители, это Гагатун, и сегодня мы с вами будем смотреть мои старые, самые старые ролики с моего первого канала, о котором никто из вас, наверное, и не знает уже. Потому что на него сколько тут? 47 тысяч подписчиков, и то, наверное, изначально, по-моему, когда я с него уходил, на нем был где-то под 40-42. Ну, откуда-то добрались за это время подписчики. В общем, да, мы будем смотреть мой старый канал, и я буду делиться тем, через что я проходил, когда я записывал свои первые ролики, о чем я думал и о чем переживал. Потому что многие часто выкладывают какие-то ролики, типа, вот я изменился за это время. Я на YouTube уже очень давно, да, и мой первый ролик, он за 7 февраля 2009 года, то есть первый ролик на YouTube. Я до этого заливал на Rootube, у меня были различные нарезки под музыку какие-то, но я пытался участвовать в каких-то конкурсах, на форумах, и я, по-моему, так и ничего не выиграл. Но там нужно было делать какие-то нарезки, и так как я этим уже занимался где-то с 2005 года, я пытался делать какие-то нарезки, потому что мне это было интересно, и мне нравилось пытаться видеоряд подставить под музыку. То, в конечном счете, каким-то образом это привело меня к тому, что я залил этот ролик, я создал отдельный YouTube-канал, и залил видео под названием Left 4 Dead Soul Tank. Вот этот ролик, и он не представляет из себя ничего особенного, кроме того, что мы пытаемся победить просто другую команду в Версусе, и вражескую команду у них видно там, что их звали как Soul Poke, и поэтому я назвал Soul Tank, потому что у меня на то время был отвратительный интернет, у меня был отвратительный пинг, совершенно неиграбельный фактически, и вы увидите, вы увидите в этом ролике, насколько у меня был плох пинг, он иногда скакал от 1000 до 200, и по-моему, почти я регулярно и все игры играл просто с пингом по 200, поэтому я сейчас здесь случайно убью Хантера, и он будет кричать на меня там, типа, «Что ты сделал? Какого хера ты делаешь?» И я решил выложить это видео как раз-таки, наверное, в качестве оправдания того, что, мол, не я виноват, смотрите, чем мне приходится работать, и насколько все плохо. Ну, короче, да, первый мой ролик я выложил для своих тиммейтов, наверное, тех, кто был на форуме игромании, с кем мы играли в то время. После этого я дальше какое-то время делал фейковые трейлеры игр, например, вот это фейковые трейлеры Batman Arkham Asylum, до того, как он еще вышел, я записал ролик такой с музыкой пафосной, и, наверное, нам нельзя особо музыку показывать, поэтому я ее выключу. Да, вот я занимался чем-то подобное, просто потому что мне было это интересно, то есть мне, говорю, интересно было подставлять музыку под видеоряд, этим я первое время и занимался, выкладывал подобные ролики на YouTube. И это быстро меня научило о том, что этого делать зачастую нельзя, потому что вся музыка кому-то принадлежит, и с видеорядом тоже нужно обращаться очень аккуратно, поэтому, ну, это продлилось какое-то время, но не так долго, в конечном счете. Ну, вот потом мне пошли ролики по моду Warfare 2, потому что мы с друзьями перешли, перестали играть в Off-a-Dead, Off-a-Dead всем надоел, вышел Off-a-Dead 2, он почти никому не понравился, поэтому мы стали играть в моду Warfare 2, то есть моду Warfare заменил нам жизнь, и мы проводили все свои ночи в нем, и поэтому я очень много его записывал фрапсом на тот момент, из-за того, что у меня не было много места, я записывал только финальное убийство, как можно заметить, убийство, финальное убийство раунда, поэтому я стал делать из них ролики под различную музыку, потому что, ну, во-первых, те, с кем я играл, это было интересно увидеть, потом, ну, как сказать, ну, было просто интересно вспомнить, а, я помню этот матч в таком духе, и поэтому я выложил несколько еще вот серий роликов, было про это у меня первых. В общем, шло это все до 2010 года, 25 марта 2010 года, вышел мой первый, наверное, серьезный ролик, который я записал из-за чего? Я опять же выключу звук, потому что меня не отвлекал. Зачем я записал мнение по God of War 3? Ну, из-за того, что на тот момент у меня только-только появилась PlayStation 3, и я купил God of War, и он мне жутко не понравился, на мой взгляд, это... Ну, это была очень скучная игра, и очень неинтересная, и насилие было в ней бессмысленное, и я, в общем-то, записал об этом видео, о том, почему мне не понравился God of War, о том, почему мне не понравился персонаж, и почему, в принципе, я считаю всех, кому понравилась эта игра, идиотами, потому что на тот момент... Ну, у меня не было так уж много читателей, читателей, и то есть я... Этот ролик конкретно был сделан для моих читателей в ЖЖ, то есть Live Journal, и вот для всех, кому игра понравилась, я записал в качестве ответа вот ролик, потому что когда ты пишешь сообщение в ЖЖ, то все начинают с тобой спорить, и чтобы доказать свою точку зрения, мне приходилось всем отвечать. И на тот момент я подумал, что может быть лучше, чем записать ролик, на который ты буквально... Ты уже все сказал, и ты же не будешь записывать второй ролик, чтобы всем ответить, и поэтому никто не будет рассчитывать у тебя объяснить всем свою точку зрения. То есть этот ролик, я считал, ультимативным ходом моим в ЖЖ, что я его записал, и просто все, типа, идите нахер. Я все, что хотел сказать, я сказал, и бросил микрофон в таком духе. Ну, я был ребенком, конечно, поэтому это не совсем так сработало, как я думал. Мне стали везде писать, ну, на самом деле многие, куда я различный форум, различные сайты, куда я выкладывал этот ролик потом, потому что многим из моих читателей ролик понравился, они сказали, мол, вы уже его еще куда-нибудь. И я вот стал ходить различные форумы его выкладывать в то время, и многие со мной даже согласились в каком-то плане. Ну, конечно, прямо такой какой-то известности и популярности эти ролики мне не принесли, то есть на него до сих пор за 6 лет набралось 45 тысяч просмотров, что достаточно мало по нынешним меркам. И я продолжил, да, экспериментировать с тем, что я могу записывать, о чем я могу сделать видео. Дальше я писал такой, как фактически выпуск какой-то передачи, где я брал несколько игр подряд. Вот, например, здесь ролик есть под названием... Ой, это видео содержало звуковую дорожку, защищенную законом. Все, здесь даже звука вообще нет никакого. Видите, как замечательно. В этом ролике вообще звук убрали из-за музыки. Ну, да, и вот в этом видео я пытался взять сразу Just Cause 2, Metro 2033, Heavy Rain и Battlefield Bad Company 2. И рассказать мнение о них. И, в принципе, я, по-моему, почти все игры покритиковал. Но Just Cause, я, по-моему, так, это... А Metro мне не понравилось, Heavy Rain я так тоже, как бы... Battlefield Bad Company мне тоже на тот момент, из-за того, что я играл только сингл. Сингл Bad Company мне на тот момент показался сомнительным. И вот я записал во всем этом ролике и пытался их как-то разбавить какими-то шутеечками. И видно, какое отвратительное качество самой записи. Просто в каком-то окне ужасно все это сделано было. Но даже этот ролик не HD. Понимаете, у меня даже не было возможности зарендерить его по-нормальному на тот момент. Вот шутка идет. Лучшая шутка этого ролика. Да. И, в конечном счете, это особо никуда не привело. Финальным обзором и мнением был ролик по мнению по Splinter Cell Conviction. И вот эту музыку, которая в начале ролика идет, мне ее даже пришлось... То есть этот ролик сняли, и мне пришлось его перезаливать заново из-за музыки, опять же. Поэтому... Ну, были проблемы, были проблемы у меня. Не все было так уж. Не все шло гладко на моем канале, понимаете. Была куча проблем постоянно. Ну, вот этот ролик, я над ним работал кучу времени. У меня на него ушло, наверное, две недели. Может быть, меньше. Потому что я написал отдельный сценарий, и я был очень уверен насчет того, что я прям все сказал, все, что я хотел сказать. Я не помню... Да, у меня ушло куча времени, чтобы нарисовать самого себя в таком духе в этом видео. И, да, тут были различные шутки тоже завязаны на том, что я пытался нарисовать и держать какой-то общий стиль своих видео, один, единый. И на это уходило кучу времени. Вы не поверили, за сколько времени уходило на всю эту фигню, чтобы все это записать. Я не знаю, но тогда я еще, во-первых, учился монтировать сами ролики, поэтому все занимало дополнительно дофига времени. Навсюду уходил просто... Да, ну и ролику, по-моему, я не помню, как его встретили, когда я его только выложил, какое было к нему отношение, к этому видео. Мне оно понравилось. Сейчас пересматривать я не думаю, что оно такое уж интересное, да? Но в нем, опять же, я пытался разбавить какое-то мнение вместе с какими-то шутками и показать какой-то крутой геймплей, как кто-то кого-то убивает. И какое чувство я хотел передать в этом ролике? Это то, что я не хотел звучать, как какой-то обзорщик, с какими-то... Вот именно я не хотел, чтобы это звучало как обзор. Я всегда хотел, чтобы в нем была частица именно человечности какой-то, которых вот нет в журнальных этих рецензиях, в них нет человека никогда. Это какая-то написанная неизвестная для кого ерунда, на мой взгляд. И до сих пор я так считаю. И в своих роликах я пытался передать именно мое мнение, что у каждого есть свое мнение, но вот у меня есть конкретно свое мнение насчет этих игр, и я пытался его передать через какие-то шутки и так далее. Ну, а одна из моих любимых шуток этого ролика, это вот эта шутка. Получите и распишитесь. Я проспылирил финал игры только что. Вот эту музыку можно было бы тоже, да? Это собака. Да, и тут у меня уже тоже под конец ролика появился маленький какатун, который везде был изначально. То есть это было еще до выхода Майнкрафта, прошу заметить, что я не просто нарисовал квадратную рожу, потому что это был Майнкрафт, я до выхода Майнкрафта нарисовал свой персонаж, и просто совпало, потому что кубики стали популярны. Потому что мне до сих пор меня кто-то считает Майнкрафтером из-за того, что у меня гаготун, у него квадратная рожа. Просто я буду легко нарисовать, понимаете? В этом, в этом все дело. Я не знаю, что я Майнкрафт очень любил. Я его толком и не записывал никогда на своих каналах. Ни на одном из них. То есть, не знаю, очень мало Майнкрафта у меня. Если взять все три канала в целом, на них очень мало Майнкрафта было за все это время. После этого я наконец-то сделал успешный свой ролик, один из первых успешных роликов. Это назывались ролики «Игровой вечер с гаготуном». Кто помнит, кто знает. К сожалению, первую серию «Игровой вечер с гаготуном» вы, наверное, уже не найдете нигде, потому что ее пришлось удалить из-за музыки. Там было очень много музыки, и весь юмор строился на том, что я ничего не говорю, и идет только музыка в основном. Или какие-то отсылки, какие-то мемчики, которые были популярны на тот момент, там из 100-500-х, там хорошо, которые форсили. «Игровой вечер 2», который не удалили никуда, ничего с ним не случилось. Я не помню, сколько на них времени уходило на эти ролики. По-моему, два-три дня, наверное. Потому что я тогда учился, и вот эта шутка с «Двойной радугой», а никто помнит шутку про «Двойную радугу» до сих пор. Ну вот, да, вот были такие шутки просто, которые мне показались смешными. Ну, то есть, если смотреть сейчас, да, может быть, это не так уж смешно, может быть, это примитивненько сделано. Но на тот момент я пытался просто сделать для себя, что-то как-то выразить из себя через ролики, и записать просто интересное видео для своих читателей, и друзей, и в ЖЖ. И это было одним из результатов этого, который, в конечном счете, да, на этих, как я говорил, на этих форумах, на которые выкладывал вот эти ролики, они стали становиться понемногу популярными. Но успех, мой первый успех, он был все еще далеко. Но не то, что был очень далеко, но я все еще не считаю, что это был какой-то прям такой успех, о котором я стал известным, так сказать, хоть немного. Думаю, что стоит еще отметить, это то, что если вы посмотрите, опять же, если из-за этого ролика вы пойдете и посмотрите мои первые ролики, например, «Мнение», где я говорю своим голосом, рассказываю свое мнение и так далее, то вы заметите, что мой голос там звучит немного по-другому. И я часто находил разные этому объяснения. Ну, во-первых, у меня был, правда, очень дерьмовый микрофон на тот момент, и чтобы он звучал немного лучше, мой голос, я немного изменял его, чтобы слушать это было приятнее. Но на самом деле, он, конечно, обязательно должен был звучать таким низким, чтобы донести свою какую-то мысль. На самом деле, это было сделано из-за того, что я просто стеснялся на тот момент своего голоса. И, наверное, до сих пор немного стеснялся, потому что на тот момент, когда мы играли тот же самый Луфо Дэд, Call of Duty, каждый раз, когда я открывал рот и пытался кому-то что-то сказать, на меня всегда кричали, что, типа, у меня кийский голос. И, с одной стороны, я, наверное, пытался как-то... Я хотел, чтобы мои мнения по God of War и так далее и другим играм их воспринимали всерьез. И частью этого я считал, что если я буду говорить с вами обычным голосом, их не будут воспринимать всерьез. И мне кажется, до сих пор, наверное, меня не воспринимают люди всерьез. Некоторые, когда слышат, как я говорю, мне часто говорят, что мой голос не подходит к моему лицу в таком духе. Но со временем я просто понял, что нужно принять себя каким-то есть. И не надо стесняться. То есть, я не смогу стать другим. Если я буду постоянно говорить мой голос, я ничего тогда не достигну. В принципе, если вы будете слушать, наверное, какую-нибудь группу людей, которые говорят, и среди них буду я, то вы сразу сможете отличить, кто из них я, кто кто-то еще. И поэтому на YouTube важно быть в каком-то плане уникальным, оригинальным. Даже если это плохая уникальность какая-то, вроде это плохой голос, все равно он запоминается, и людям есть с чем тебя ассоциировать. И вот, наверное, за эти годы я научился этому. Я просто научился легче относиться ко всему. И к критике, и к тому, что о тебе люди думают и так далее. Но, да, я оставил интригу. Какой же был первый, как вы думаете, о чем же я говорил, какой же был первый успех, который пришел ко мне на YouTube. Но я думаю, если вы достаточно долго смотрите канал, то вы уже наверняка знаете, о чем я говорю. Мне, правда, пришлось перезалить эти ролики на мой основной канал, как вы видите. тут есть эта заставочка специальная. Это, кстати, некоторые думают, что это оригинальная заставка этого канала, но на самом деле эта заставка была предназначена лишь для старых роликов, которые я перезаливал своего старого канала, когда перешел на Gagatune Fit. И в этих роликах у меня почему-то слышно мой звук только с левой стороны. Я вообще, я, наверное, немного объясню... Ладно, я выключу звук, я немного объясню, почему я стал записывать ролики геймплейные со своим голосом. Потому что изначально я сидел на Windows XP, и почему-то на Windows XP Fraps не записывал голос. А потом, когда я перешел на Vista, голос неожиданно стал записываться сам по себе. Я заметил, что ролики, которые я записываю, в них появился неожиданно мой голос. И вот, среди прочего, я решил, что это можно как-нибудь использовать и записать видео на основе этого. Потому что мы, те люди, с которыми я играл в Call of Duty на тот момент, мы всегда издевались над людьми, которые играли вместе с нами. И я решил, что я просто запишу видео об этом. Потому что мы делали очень интересную иногда веселую фигню. Правда, к тому моменту, когда вышел Black Ops, мы уже перестали фактически играть в Call of Duty, потому что нам очень нравился Mod of War 2. И Black Ops, он был как бы не особо интересен. И он был глючный. И вообще, конечно, тогда все пошло, говорю, вот Mod of War 2 был идеальным, и потом все стало становиться хуже, 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 хуже. И мне это все больше надоело. Ну и вот, этот ролик, он был основан как раз на идее того, что я просто бегаю по карте и надоедаю людям различным способом. Я пытаюсь их зажать как-то углов, чтобы они что-то мне сказали. И эти ролики очень сильно зависели от того, даже не что я говорю, а что отвечают мне люди. Вскоре я заметил, что, как ни странно, вот эта серия роликов, вот к тому моменту, когда я ее удалил в 2012 году и перезаливал сюда, на ней уже было 187 тысяч просмотров. А на этом ролике сейчас 151 тысяч. То есть, вместе у них больше 300 тысяч просмотров на этом ролике. И я помню, с какими слезами я фактически удалял эти видео со старого канала, чтобы перезалить на новый, просто потому, что насколько огромные были эти просмотры для меня на тот момент. Ну, сейчас, конечно, уже 100 тысяч, 300 тысяч просмотров, это уж не особо кого удивит, но в то же время на этот ролик, этот ролик, первая серия этого видео, она вышла очень легко, я буквально сел и записал где-то ее, наверное, за один фейчер или день, и потом я пошел учиться рисовать. Тогда я уже перестал учиться в школе, и я уже учился, хотел стать художником, живописцем, и вот как только я записал это видео, зарендерил, я пошел учиться, собственно, вернулся и смотрю, вот, типа, наконец-то восприняли как-то вот с каким-то хайпом восприняли этот ролик, и я понял, что нужно записать какое-то продолжение будет, и нужно будет продолжать эту тему, потому что просто сколько материала на тот момент мне казалось, я могу сгенерировать с этой идеей. Как ни странно, эти ролики, они продержались не так долго, то есть вот первая серия, она была завязана вокруг меня, вокруг того, как я издеваюсь над людьми, но при этом, когда нужно, я типа играю хорошо и вытягиваю команды в таком духе, и люди такие, что происходит? и также вторая серия, она уже была с моими друзьями на тот момент, ее восприняли уже не так хорошо, и третья серия, я как бы вернулся, я вернулся к истокам, и играл, опять же, Блокопс на карте Нукетаун, и здесь просто куча монтажа, то есть я это все записал где-то, наверное, за час, может быть, за два, весь материал, который используется в ролике, и потом я просто где-то недели две, или, может быть, даже больше его монтировал, ну, просто чтобы добавить туда различный текст, различные, это кучу времени убивало, и на тот момент я в Вегасе просто, это было весело записать, это было весело смонтировать, первое, типа, без текста, было весело смонтировать, это сделать, но потом добавлять текст, было, о, господи, я как вспомнил, насколько это была монотонная, нудная работа, это просто ужасно, и при этом я думал, что люди не станут смотреть это видео без текста, потому что у меня был такой убогий микрофон, что люди просто не поймут, о чем идет речь, и где смеяться, и в чем юмор заключается в таком духе, поэтому я везде добавляю текст, чтобы людям было понятнее, да, о чем идет речь, и что вообще происходит на экране. как видно, к тому моменту, когда я удалил, за год на оригинальном канале этот ролик собрал 366 тысяч просмотров, 366 тысяч просмотров, а на этом канале он собрал 147, то есть полмиллиона просмотров этот ролик собрал, нагенерировал мне за это время, да, ну и на самом деле на этом я не остановился, потом я стал записывать ролики, где я пытался всем надоесть в Love for Dead, потому что я подумал, ну я люблю, мне нравится Call of Duty, мне нравится в Love for Dead, почему бы не записать такую же, у меня вообще было мало тогда игр на тот момент, ну почему бы не записать ролик и в Love for Dead тоже, с такой же направленности, что я собственно и сделал, изначально этот ролик вышел 8 февраля 2011 года, и он собрал тогда 222 тысячи просмотров, сейчас на этом канале у него 140 тысяч просмотров, да, и здесь я в принципе на самом деле надоедал не людям, как бы, никаким-то неизвестным людям, я реально надоедал лишь своей команде, и поэтому изначально он назывался, говорил, как всем надо есть в Love for Dead, но потом я его переименовал в Дружественный Огонь, тут он называется Ноль, но на самом деле настоящий Дружественный Огонь будет, первый Дружественный Огонь он будет дальше, на тот момент я не придумал название, я решил же, как всем надо есть в Офаде в таком духе, или как надо есть своей команде в Офаде, как-то так назывался этот ролик, и мне казалось, что это был тоже очень смешной ролик, он был очень трудоемкий, вообще все эти ролики занимали кучу-кучу времени, несмотря на то, насколько легко они обычно записывались, на их монтаж уходило просто невероятное количество времени. В принципе, он был просто, это была смешная нарезка того, как я играл со своими друзьями, и как я пытался надоесть каким-то неизвестным мне людям на публичных серверах. Ну вот, и где-то после нескольких, да, у меня вышло четыре Дружественных Огня, четыре серии Дружественных Огня, где были различные темы использованы, и говорю, на них, на эти все ролики я просто да блевотых насмотрелся на тот момент, что самое смешное, когда я пересматриваю эти ролики сейчас, я даже не помню половину сцен, то есть я не помню, я помню, я их помню, но при этом я их не помню, и иногда я могу искренне посмеяться на них заново, типа решить, ооо, я не помню, о чем это было. Например, я какую-нибудь включу сейчас первую серию Дружественного Огня. Иди и прыгай на танка. Где вы все? Где? Где стекло? О, тут Ричард есть. Когда я начинал делать первые ролики, у Ричарда еще не было канала, я помню, что как раз таки из-за роликов вроде Дружественного Огня, из-за роликов вроде Как всем надо есть Модового Афера, Ричард, собственно, решил, что он тоже может сделать канал, и открыл канал после этого. И поэтому я уже стал появляться в его роликах, а он в моих. Куда? Ну, бью, не особо многое изменилось, да, если смотреть мои монтажи какие-то того времени, не особо много чего изменилось с того времени. Но все эти ролики, если сингл, то они все были записаны на экстремальных там сложностях. А, это был смешной момент, кстати, из Версуса, где я зашел пластиком в сейфхаус команды и стал говорить так, давайте дружить, вы будете моими любимыми живчиками, и в конечном счете люди не захотели со мной дружить, как видно, что я так, о, иди ко мне, и вот он такие, нет, меня обманули, нет, ну да, как они меня не слышат, то я им ничего и не говорил, собственно. Вот, ну вот тогда я пытался выработать какой-то стиль, он отчасти был похож на те ролики, которые я смотрел сам на тот момент, тоже из западного ютюба, и поэтому здесь все больше и больше стремя с монтажа, где текст летал по экрану и был прилеплен, например, к персонажам и так далее, то есть не особо это было нужно, мне это не было особо нужно, но, наверное, людям было это интереснее смотреть, я до сих пор не знаю. На мой взгляд, сейчас, чтобы донести какую-то шутку, не обязательно писать текст на экране, если хорошая шутка, она смешная сама по себе, и сейчас я строю ролики, и не так, чтобы сделать из них монтажи, там, под музыку и текст, я сейчас делаю видео с идеей того, что сам ролик, он является какой-то историей, он рассказывает какую-то историю, и в нем есть какой-то юмор внутри этой истории, в таком духе. По крайней мере, мне бы хотелось в это верить, когда я делал какие-то монтажные ролики, ну, например, когда мы записывали, например, «Шпионаж» на двоих, вот ролик он, относительно нормальный, вы его приняли, там почти 200 тысяч просмотров, что такие ролики, они просто смешные сами по себе, или, например, ролики по «Гангпиц», то есть там необязательно написать везде текст дополнительно какой-то на экране. Да, вот после этих всех роликов я стал, наконец-то, набирать какую-то популярность, например, вот у меня уже есть ролик под названием «Как всем надоест Call of Duty Modern RFR 2 просмотр». Ну, как видно, я здесь пытался шутить про то, что я на самом деле ванамаз. Это Антон 98. Антон 98 Рус. Это был мой вымышленный персонаж, которым я специально говорил, это не он голосом. И шутка была в том, что я делал вид, что я какой-то ванамаз, и я, в принципе, как бы захожу в игру в онлайне и пытаюсь оценить ее графику в таком духе. При этом я заранее поставил все настройки графики на супернизкие, чтобы в этом было еще больше юмора. Ну, вот про это это видео, про то, как я пытаюсь надоесть людям в игре, делая вид, что я какой-то обзорщик, супер популярный, хотя на самом деле это неправда. И вот этот ролик тоже был записан буквально, там, часа за два, наверное, за три. Я попросил у кого-то аккаунт, чтобы люди не узнали сразу же через Steam, что это я или не я. И вот на тот момент это была уже где-то переломная точка, когда люди стали меня очень часто узнавать в моду в ФР. То есть я буквально заходил в Call of Duty, даже любой Call of Duty, и почти сразу люди такие, это же гагатун, типа это гагатун. и вместо того, чтобы я надоедал им, люди стали надоедать мне и пытаться меня зажимать где-то и так далее, не давать мне играть, когда я просто хотел поиграть. И я понял, что возможно, 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 хватит, возможно, хватит записывать ролики по Call of Duty, возможно, хватит пытаться надоесть людям, и я стал пытаться придумать что-то новое, что-то интересное. Еще у меня был вот этот ролик на оригинальном канале. Он называется «Как тактически крысить Call of Duty Black Ops». Он вышел 30 января 2011 года. На тот момент я смотрел канал человека под именем Спейсман. И вот Спейсман записывал различные ролики того, как он играет в Call of Duty и вот свои какие-то удачные раунды он комментировал интересно и рассказывал, какая у него стратегия типа была в матче, какой стратегии он придерживался. То есть у него была стратегия, и он ее придерживался. И вот он рассказывал об этой стратегии в этих роликах. И вот я пытался из того, что в Call of Duty Black Ops можно было записывать какую-то свою игру и потом просто ее заново пересматривать и записать, потому что я не мог записывать и играть одновременно, потому что игра очень сильно лагала, то мне нужно было отдельно записать запись, то есть через игру, потому что так меньше тратилось ресурсов. И потом я ее уже комментировал после этого. Поэтому весь геймплей он какой-то дерганый. Я не знаю из-за чего, то ли из-за того, что самозапись изначально в Call of Duty херово шла. Но вот, да, я записал это все и потом сел с чайком прокомментировать типа про то, о чем я думал, потому что у меня здесь какой-то будет невероятный КД. Я сейчас перемотаю на конец ролика. Я тут вызвал фактически все, что я мог вызвать на тот момент в Black Ops, потому что там были супер несбалансированные собаки, которые ходили и всех просто убивали на карте. И вот я тут, да, 26 убийств на одной жизни я сделал. 26 убийств на одной жизни. И поэтому я назвал ролик, как тактически крысить и, в общем, как вы должны играть в Black Ops, чтобы выиграть. И в то же время я снимался над Black Ops, потому что, на мой взгляд, Black Ops не был такой же динамичной игрой, как модовая ФР2, потому что там именно больше было рассчитано на то, что ты где-то сидишь, где-то крысишь, ставишь мины и вызываешь всякие, типа, поддержку себе, чтобы она помогла тебе набить киллстрик. И, на мой взгляд, это было уже невесело и карты все были, на мой взгляд, тоже несбалансированные и тупые. После этого я стал делать ролики под названием Гао Логатон. в ходе подкаста моего про игры, только подкаст в своем самом непонятном значении, потому что здесь был видеоряд, то есть я говорил об играх, но при этом куча времени выходила на то, чтобы, опять же, все смонтировать и все сделать интересно. И я все еще пытался тогда, чтобы ролики были в одном стиле, чтобы все было одного стиля и чтобы люди знали, что они заходят на этот ролик, понимали, чей это ролик и так далее. Но, просто с того, что это куча времени уходило на то, чтобы нарисовать даже простейшую фигню от этого гагатуна нарисованного сделать и вставить его в различные места. Это на каждую картинку, а их там, они постоянно менялись сюда-сюда, уходило куча времени, и я просто отказался от этой идеи в конечном счете. Ну, вот здесь вот вышел такой ролик про Mortal Kombat, Portal и Brink. я помню, что у меня не было толком денег, и поэтому каждый раз, когда я покупал какую-то игру, это было супер важно, и я записывал эти ролики, просто чтобы хоть немного отбить свои деньги, потому что как раз на тот момент, мне кажется, нет, еще не появилась у меня партнерка, нет, тогда еще не появилась партнерка. Но, как вы заметили, все эти ролики я делал ради идеи, ради идеи доказать, показать, как бы себя показать и на других посмотреть, то есть, я пытался сделать ролики, которые будут интересны мне и интересны людям, которые меня знают. И, да, на это уходило куча времени, куча сил, тогда еще не было партнерок в России, и тебе, в принципе, было бессмысленно надеяться, что ты получишь за это какие-то деньги, то есть, но, но, в конечном счете это изменилось, и последним моим роликом, наверное, таким крупным, который я записал без партнерки, еще как раз-таки был Галогатон Игры Лето 2011. Это был вот этот вот ролик, смотри, вот это была первая оригинальная заставка, и, господи, как много времени я убил на этот ролик, я его поэтому разделил на две части, просто из-за того, что, кстати, тогда еще нельзя было заливать сразу больше 15 минут, поэтому я старался все обрезать в каком-то нормальном месте, и, да, вышло две части игры Лето 2011, я кучу времени потратил, я тут издевался над Мэдисона в какой-то момент, и я пытался рассказать про все эти игры с каким-то юмором, с какими-то отсылками, и, в принципе, тем, что я люблю делать на своем канале до сих пор. Да, но, о, сколько же, сколько же, так же сил было потрачено, и после этого понял, что тоже это просто не для меня. Я не мог совмещать то, что я учился, и делать ролики, которые занимают столько времени. Поэтому от этой идеи я тоже, в конече отказался, потому что люди хотели, чтобы ролики выходили чаще, а чаще я их делать просто не мог. Да, и тут есть смешной ролик под названием «Да это просто праздник какой-то», где я праздную свои первые 15 тысяч подписчиков. Это было 22 октября 2011 года. Я сделал отдельный ролик с самыми яркими моментами. Тут вот есть такой интересный момент, где я прокручиваю как раз через всех своих подписчиков, где я скринил разные этапы развития своего канала. На самом деле, это один из как раз таки интересных роликов, которые вы можете смотреть с ностальгией и думать, о, сколько времени прошло. Вот я говорю, вот, 4 тысячи, 7 тысяч. Это как быстро рос мой канал. то есть, на тот момент мне казалось, что он очень быстро рос. Тогда тысяча подписчиков что-то значило, а иметь 15 тысяч подписчиков, я, наверное, вообще был одним из самых крупных людей на YouTube на тот момент, в 2011 году. Поэтому это было круто, и на тот момент у меня уже появилась партнерка, поэтому я уже начал зарабатывать какие-то деньги с этого. Ну, совершенно мизерные, я не знаю, к концу года я, может быть, заработал 100 долларов. Короче, если думать о том, что люди зарабатывают сегодня, ну, это, опять же, были копейки. Но тогда, тогда они не казались копейками, на самом деле. опять же, один из тех роликов, в котором я горю на тему того, что как всем надо есть, возможно, они кончатся, просто потому, что люди стали узнавать меня в каждых играх. То есть, во всех играх меня люди стали узнавать, поэтому я решил, надо ли мне это делать, нужно ли мне это, мне уже это перестало оказаться таким уж интересным. Вот, и здесь ролик о том, что как люди меня узнают, и как они пытаются мне надо есть уже. И вот, 12 июня 2011 года я решил открыть новый, новый свой канал, который будет посвящен, в конечном счете, летсплеям. Летсплеям, которые на тот момент стали заполонять YouTube. И самое обидное было то, что мои ролики воспринимались как летсплеи многими людьми, что меня очень смущало, потому что я тратил на них кучу времени, а в конечном счете какой-нибудь летсплейщик выпускал какой-нибудь ролик новый, про новую вышедшую игру, и собирал те же самые просмотры, что я собирал за то же время, хотя я кучу времени тротил на эти ролики, их монтировал, и пытался сделать интересным. Например, у меня был ролик про чужих, он там не особо сильно собрал нам, при этом я тоже, я тратил все больше и больше времени, и я все меньше и меньше получал удачи, что вынудило меня открыть свой второй канал, Гагатун Лайф. Что на нем стало выходить? На нем стали выходить первые впечатления, которые я называл Сомелье Гагатун. Вот, например, один из первых роликов, может быть, это даже первое Сомелье, я уже не особо помню, может быть, я удалил первое Сомелье из-за авторских прав. Но, да, в общем, почему Сомелье? Некоторые меня часто спрашивают, почему Сомелье? Ну, Сомелье это тот, кто дегустирует вина, и смысл был в том, что я как бы дегустирую игры, и что я такой дегустатор, что я обычно играл какое-то время в игру, и потом начинал записывать ролик и говорить, что я о ней думаю, и показывать ее, демонстрировать. Но также были ролики, где я просто впервые играл в какую-нибудь игру, и в конечном счете делился мнением о том, что я думаю, она из себя представляет. Так появились Сомелье, и вот они как раз-таки появились именно на втором канале. То есть здесь не было так уж много монтажа. Ну, то есть тут был монтаж, я хотел, я думал, что я избавлюсь от монтажа на втором канале, но этого не произошло. Все равно была куча монтажа, чтобы ролик не казался скучным, на мой взгляд. Ну, и также здесь выходили просто вещи, которые не могли выйти на основной канале. Например, тут как раз-таки есть ролик по Майнкрафту, где я просто какую-то часть какого-то стрима выложил на второй канал, где я с какой-то овечкой бегаю и шучу вместе с ней. Вот. Один из моих немногих роликов по Майнкрафту, у которого здесь есть 150 тысяч просмотров. Видите, а здесь... О чем этот ролик? Да толком не о чем. Майнкрафт. Один из моих любимых роликов на этом канале, это почему я не пойду на Трансформеры 2, где я учился автор эффекцию и видите, тут вылезает этот трансформер, горит огонь, на нем видны рефлексы. Я шучу про новые трансформеры на тот момент. Трансформеры 3 типа... Типа, кто это? Я до сих пор не знаю, кто это. Я не знаю, как кто-то мог сказать, что актриса в Трансформер 3 хоть немного красивая, если честно. Зачем она была там? Я не знаю. Да, но это... Вот этот ролик вызвал много реакций на тот момент. По крайней мере, мне это оказалось, что я его выложил и он неожиданно собрал кучу просмотров. Я думал, вау, вау, вау. Ну и так же я продолжил, да, я стал выпускать различные после этого ролики про фильмы, различные свои мнения. Вот тут есть ролик, на котором у меня много работал про ковбои против пришельцев. И я здесь пытался нарисовать все это. Тоже была ошибка. И опять же, я думал, что если я буду рисовать очень простые какие-то вещи, то на это уйдет меньше времени, чем если бы я искал какой-то видеоряд, пытался все вставить. Я боялся оставлять трейлеры, потому что у тебя за все могли схватить тебя за задницу и просто сказать, э, этот ролик удаляется и так далее. И поэтому я пытался создать какой-то свой конструктор, и рисовал различную фигню сам от руки. Ну, вот это не мое, я здесь просто при фотошопе, но здесь было огромное количество времени потрачено на простейшие рисунки в фотошопе. Что интересно, в конечном счете я стал укладывать на этом канале ролики, на которые также уходил кучу времени на монтаж. Может, не супер кучу времени, но также уходил добрый день-два на то, чтобы смонтировать этот, например, ролик. Хотя мы тут просто играем в конечном счете в Killing Floor. Но тут также есть текст и так далее. И вот на этом этапе у людей стала размываться грань, типа, а где же, почему это видео не на основном канале, и чем этот канал отличается от основного канала в таком духе. вот. Поэтому, когда я стал делать Get on Fit, я понял, что не нужно создавать два разных канала, потому что люди все равно не будут видеть разницу между ними в конечном счете. Разницу, которую ты видишь, и ты думаешь, ну, этот канал про это, а этот канал всем похер. Не создавайте второй канал, если там не совсем какая-то полная фигня, или ты просто понимаешь, что людям будет неинтересно слушать об этом на основном канале. Среди прочего, у меня на втором канале вышел вот этот ролик, который я в конечном счете перезалил на свой основной канал, который сейчас. И он, я не знаю, он изначально назывался Кокотунский Будди или нет, но опять же, тут тоже была куча монтажа, куча всего. Тут была музыка, геймплей, какие-то пытался шутки вставлять сюда. Ну, да, Меншин. Ну, и это как раз таки, часто люди спрашивают меня, а почему, почему сова запикивает мои маты? И сова появилась из этого ролика, то есть в этом ролике впервые я стал запикивать какие-то маты, и я решил, что нужно использовать. Я решил, что будет банально просто их запикивать, и решил, что я добавлю звук совы, потому что звук совы мне очень понравился, то есть, среди, когда я стал различные звуки искать, и я наткнулся на звук совы, и решил, это же офигенно, это же офигенно просто, и она так хорошо подходила под все эти ролики, что я решил просто продолжать ее вставлять видео каждый раз, когда я матерился, потому что на тот момент я матерился гораздо меньше, чем сейчас, потому что кучу времени уходило на монтаж, и так далее, я не хотел усугублять ситуацию, и материться, чтобы мне нужно запикивать все это дело. и тогда появилась сова, и люди стали ассоциировать меня в каком-то плане с совой после этого. А потом эту идею стали воровать другие различные петухи, и использовать сову тоже в качестве запикивания в своих роликах. Не буду говорить на имен, конкретно я, петухов, но, возможно, им стоило использовать именно кукареканье в своих роликах в качестве запикивания, а не воровать мою сову. Может, я не придумал сову, но знаете, я как бы у других совы на ютубе русском не видел до меня. Ну, и в конечном счете, естественно, мой лайв-канал превратился в различные монтажи веселые и летсплеи. То есть, я пытался после этого начать проходить какие-то игры. Наверное, из успешных, относительно успешных прохождений был Saints Row, Saints Row 3. Потому что я стал выпускать прохождение Saints Row 3 вместе с Ричардом, то есть Юзей. И людям вроде как даже это понравилось. Он очень долго шел. После того, как он закончился на этом канале, он продолжился на моем втором канале. То есть, на моем основном нынешнем канале. И да, я пытался здесь придумать что-то веселое. Например, тогда была распродажа в стиме, которую Valve сделали не просто абы как, а они пытались... старая заставка. Я еще раз. Какие еще распродажи? Я все скачаю бесплатно. Но ведь тогда Кейп похудеет. Итак, привет всем. Это Кокотун. И я буду рассказывать в чем сейчас соль. Где соль, собственно? Где соль, собственно? Ну, я вам расскажу. Тогда Valve решили в 2011 году, что в качестве новогодней распродажи, чтобы что-то получить крутое, ты должен покупать эти игры нужные и играть в них, выбивать нужные ачивки, и тогда ты сможешь какой-то ультимативный приз, в конце концов играть, и еще дополнительные ачивки. И вот я во всем этом участвовал, просто потому что я решил, что это отличная идея записать поэтому просто серию роликов на канале, потому что это был интересный концепт, какой-то уголь, что-то можно это открыть и так далее. И вот у меня вышли ролики, несколько роликов, в течение всей этой распродажи почти каждый день выходили ролики про то, как я пытаюсь получить нужные ачивки в играх, которые у меня есть, я дополнительно купил специально. И людям, ну я не знаю, насколько, конечно, людям понравилось это на тот момент, сейчас я вижу, что здесь 146 тысяч просмотров, я не помню, чтобы было особо много просмотров, когда я их выкладывал в самом начале, но видите, в конечном счете даже какие-то просмотры это все собрало. Значит, людям было интересно. Кто-то что в комментариях пишет? Ностальгия, ох уж были времена. Ну вот, видите, видите. Это была интересная вещь, и мне очень жалко, что Valve отказались превращать свои распродажи в какие-то ивенты, то есть распродажи, они теперь, ну тупо и есть распродажи, они не являются ничем больше, кроме распродажи, что, на мой взгляд, просто скучно. Поэтому, мне часто говорят, запиши какие-то угольки на распродажи, как я их запишу, если сами Valve больше не делают никаких интересных распродаж. Также у меня на канале выходили различные переводы, например, вот здесь у меня есть перевод ролика, но, что смешно, некоторые из этих роликов заблокировали из-за совпадения видеоряда, потому что, ну, видимо, нельзя переводить все, что ты захочешь, и поэтому эти ролики заблокировали. Да, летсплей, летсплей, прохождение, веселые монтажики, веселые монтажики, мнение про фильмы, веселые монтажики. Это приводит нас к 15 июня 2011 года, к моменту, когда мне пришлось уйти со своего старого канала, просто потому что партнерку, про которую я говорил, которая мне толком ничего не платила, они решили, что они не хотят особо мне ничего платить, и вынудили, хотели вынудить меня перейти на другой контракт, из которого мне уже будет сложнее выйти. Я хотел просто, чтобы они вернули мне деньги мои и отписали меня от своей партнерки, но они скажут, что нет, мы или вернем тебе деньги, или мы отпишем тебя от партнерки. В конечном счете они мне вернули мои деньги, но от партнерки так не отписали, и поэтому я решил, что я просто создал новый канал, потому что я не собираюсь это терпеть, я не собираюсь... То есть, мало того, что они это делали, когда я стал звонить им по телефону, они стали издеваться надо мной и как бы посылать нахер фактически. Поэтому это меня вообще очень сильно задело, я был бешенствый, можно сказать, и поэтому я решил идти в жопу просто, я открою новый канал с Букджеком и шлюхами, идите в задницу. Собственно, что и произошло. Я открыл канал Гагатунфит, началось все заново, может быть, мы об этом поговорим побольше в каком-то с вами другом, я поговорю об этом в своем каком-то другом ролике, насколько тяжелыми были первые полгода после того, как я перешел на этот канал, я не мог найти партнерку и так далее, и все было плохо, и я думал, что, возможно, я не смогу записывать дальше ролики на YouTube, потому что я все еще учился, и все еще пытался найти время, чтобы делать видео и развлекать вас. Но, в конечном счете, да, Ричард помог мне с партнеркой, и этот канал зажил новой жизнью, и теперь мы здесь, у меня есть возможность поговорить об этом все ностальгически, смотря с высоты 2757 роликов, которые у меня есть на канале в данный момент, может, даже больше уже на тот момент, когда вы смотрите это видео. поэтому, да, поэтому на этом, наверное, конец. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск, надеюсь, что вам было интересно посмотреть со мной мои старые ролики, надеюсь, что этот ролик не вышел слишком длинный, но таким было это приключение. YouTube изменился, конечно, за это время. Изменился ли я слишком сильно? Я думаю, что я не чувствую, что я делаю ролики ради денег, то есть, если бы я делал ролики только ради денег, то я бы не делал, наверное, ролики вообще, я бы перешел бы на Twitch и выклянчивал какие-нибудь донаты целыми днями. Мне хочется заниматься творчеством, мне хочется делать ролики, которые мне интересны. Мне до сих пор интересно делать ролики, и мне всегда интересно видеть какую-то новую реакцию на какой-нибудь новый ролик экспериментальный, который я выкладываю на своем канале. И у людей всегда разные ощущения и отношения к тому, что ты делаешь. Я понял, что за это время просто нельзя воспринимать все слишком близко к сердцу. Нужно делать то, что тебе нравится. И иногда нужно делать то, что хотят люди увидеть от тебя. Но всегда нужно пытаться забалансировать это, и всегда нужно найти какое-то место для себя во всем этом. Нельзя взять и сказать, а, все, теперь я делаю ролики от определенной направленности. Иначе это просто надоест всем, и тебе, и твоим зрителям. Сильно ли я изменился за это время? Ну, наверное, я изменился в плане того, как я делаю ролики, и то, как я их вижу, и то, какими ролики я делаю теперь. Но, как человек, я не думаю, что я изменился слишком сильно. Не знаю, вам судить, наверное, насколько я изменился, и что вы думаете, да, с прошедшим временем, как вы раньше смотрели мои ролики, как вы сейчас воспринимаете мои ролики. Все взрослеют, все меняются, но я не думаю, что внутри, внутри меня, да, изменилась причина, по которой я все равно записываю эти видео. Я все равно пытаюсь что-то сделать новое, все равно что-то показать, что-то занять себя, и отчасти занять остальных в процессе. Поэтому, да, на этом, наверное, конец. Говорю, надеюсь, что вам понравился этот ролик. Если вам понравился, вы тут впервые, то не забывайте подписываться на этот канал. Достаточно странный ролик, чтобы начать просмотр этого канала, но все же, поэтому, да, подписывайтесь на этот канал, оставляйте комментарии, ставьте палец вверх, и также рекомендуйте этот канал друзьям, потому что я всегда рад вам подписчикам. покажется на этом все, пока, и обдя-обдя, увидимся в следующем ролике, пока! Субтитры сделал DimaTorzok